МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа новин регионов студии Павел Савицкий. Витаю вас, глядите в этом выпуске. Фейерверки с надписям взроблены на Могилёвшине на рынке пиротехники с планами и перспективами, знайомилась Наталья Еленич. Кольки же хоров в области потерпели с початку грибного сезона, и як позбегнуть визита до врача, глядите аппарат в некольких вилен. За парку полный контакт, ураджение и просто добрый настрой урубрыцей на уластные вочи. В Кличеве врачисты открыли футбольную пляцовку с сучасным штучным покрытием. Ее побудовали предпомоги и поддержки Ассоциации белорусского футбола. Это будет пляцовка для мини-футбола. И дякуючую особливостям покрытия, вольни проводить тут можно будет у любую пару года. После врачистой церемонии открытия пляцовки тут отбылся матч сяродкоманд футболистов первой и другой сяродних школ Кличева. Нравится площадка? Да. За здоровый образ жизни, это очень веселая игра и мне нравится. А покрытие как? Покрытие шикарно просто. Теперь будете играть в футбол? Да. С утра до ночи? Да, будем постоянно играть в свободное время. Гэтая новая спортивная пляцовка урачиста открылась в молодежном микрорайоне Кличева, где шмат детей. У дворы дома номер 5. На улице социалистичной цепер заусюду будет людно. И, конечно, футбольный матч на открытие павинен отбыться при любым надворье. Думаю, сегодня не самая хорошая погода вряд ли способна испортить настоящий футбольный праздник. Саправды, футбольная пляцовка – самое сучасное и штучное покрытие суперустойливое, на яким можно гулять при нам все футбол в любой сезон. И это заслуха Белорусской Федерации Футбола. Тому первый удар по воротах на новой Кличевской пляцовце зарабил керовник Федерации Сергей Румас. И мне искренне бы хотелось пожелать им, чтобы они больше времени проводили на свежем воздухе, как мы когда-то, когда не было этих гаджетов, в которых можно сидеть целыми днями. Потому что здесь, на этой площадке, формируется здоровье людей. Специалисты у спортивных справок личат, что футбол и инши гуль не сегодня потребны детям, как свежая поветра, как добро расти и стать моцными. А потом можно мерковать и про великий футбол. Вот сзади вас мальчишки. Как вы думаете, есть там новая звезда белорусского футбола? Наверняка. Только ее надо открыть, эту звездочку. Кто это будет делать? Прежде всего детские тренеры. Первый тренер должен заметить, что это звезда. И потом целенаправленно участвовать в судьбе, передавать его дальше. Это спортивная плясовка и надея на заявление новых футбольных талентов, а по-другой – начаток шероху открытий, которыми будет выполнен час до проведения областного фестиваля працевников села «Дажинки-2017». Теперь будет у парка новую сценичную плясовку. Это будет одна из четырех на «Дажинках». А главной сценой будет центральная площадка, которая разом со стильными старыми будинками после ремонта и реконструкции набыла новый выгляд. И працан на ее еще протягивается. Основное, как говорится, навести лоск, придать городу праздничный вид, достойный для встречи гостей. Строители и другие работы справятся. Скличева Илона Иванова, Александр Тарасов – новины региона. Фейерверки с надписям «Зроблены на Могилевщине» могут худко з'явиться на рынку пиротехники. Завод по их вытворчасти под Могилевым планует побудовать китайские инвесторы. Тые вытворцы, что подарили салют Могилеву на 850 годе, рыхтовали пиротехническое шоу для Олимпиад в Лондоне, Пекине и Реа. На мер право обудовательство нового предприемства, лидеры вытворчасти пиротехнической продукции огучили кировничество Могилевского района и отримали одобрение. Засталось и только подобрать вытворчую плясовку и обмерковать умовы деятельности такого предприемства с ответными службами. Два варианта супрацовнистов с Могилевским районом пропоновали прорсовники китайской делегации. Первый побудовать завод по вытворчасти фейерверков, другой разместить на территории района свой особливый технопарк с шастю вытворчастями. Плануется выраблять порох, техничные нитки и далее фейерверки. Так бы моець целый цикл по вытворчасти пиротехничных вырубов. Для этого спотребятся и склады. Прорсовников Могилевского района обо две пропоновые зацикавили. Это позволит Могилевскому району создать дополнительное где-то около двух тысяч рабочих мест. Это позволит дополнительно поступить доходы районного бюджета определенную сумму средств. Ну и создание новых рабочих мест позволит улучшить финансовое состояние Могилевского района. Китайских бизнесменов привабили умовы працы в Беларуси. Инвестиционные предприемства первые семь годы мают и льготы по податках. Теперь необходимо найти необходимую вытворчую пляцовку, как магадалей от жилых населенных пунктов. Таких умов потребуют нормы для названной вытворчасти. Все вопросы, связанные с безопасностью, будут согласованы с экологической службой, с МЧС и с санитарной службой. И учитывая то, что это предприятие будет строиться, новое предприятие, значит все требования, которые будут предъявляться, они будут предъявляться с учетом действующей безопасности. Специалисты означают, что когда все отримается, то завод ферверка у Падомогилевом станет одним на траекторию Европы. И размещенный он будет близко до заходных споживцов. Для китайских бизнесменов это важно. Наталья Ильинича, Виталья Алексеенко, Новина Региона. Наприконцы тыдня шмат, где пройдут районные дожинки. До Кировским районе, до Святых Леборобов, рыхтуют агрогородок Любоничи. До речи, минавито прозвитый населенный пункт сбоку Бобруйска идет дорога до Кличева. Все летние столицы областных дожинок. А по словам маляров, для их дорогая кожная хвилина тому час помеж дожами не морудить. Засталось дофарбовать администрационный будинок. Разом с тем, работы по одобру упорядкованию агрогородка Любоничи ведутся другий год за пар. И нарешті вырешена великая проблема з речищем речки Любонка. У нас здесь улица широкая, по обе стороны асфальта и тот, и тот. И у нас везде затопленные были потопленные огороды. То есть вода заходила к людям во двор, в пристройки везде. Поэтому у нас была вечная проблема. Примерно метров пятьсот уже расчистили полностью. То есть у нас здесь было очень много, большие заросли лозы было, и вняка, и все это убрали. Агрогородок Любоничи – один з буйных насильных пунктов Кировского района. Тут живуть больше запау тысячи человек. Мясцовые жахары активно допомагають у добру упорядковой невёзки, как не соромно было перед гостями. Очень большая работа проведена за предыдущий год. Много было удалено пустующих домов, хозяйственных построек, вырезана кустарника, подготовлена земля для вовлечения всех в оборот. Вырезано очень много деревьев. В прошлом году 132 аварийных дерева. В этом году пока что 70. Местное население тоже принимает участие. Кто-то более активно, кто-то менее активно. Нам оказана спонсорская помощь, например, нашего местного жителя, для покупки краски, чтобы обновить заборы нам. Мы восстанавливаем около трёх километров забора, обустраиваем парк центральный, который будет и после дожинных, дальше продолжено облагоустройство. И мы планируем посадить то, что мы вырезали деревья. Я для населения хочу, чтобы люди понимали, мы планируем больше 200 деревьев и посадить там. Дарыши, на место варыных древ зявились цикавые клумбы, былую агарочу отдали для доброго парадкования дворов. Жихары Любонич кажуть, яны будут сустракать не только районных переможцев Жнева, празд Любоничи идя дорога на Кличов, столицу селетних областных дожинок. Татьяна Сергеичек, Александр Тарасов, Новины региона. У Осиповецким районе у вынику дорожно-транспортного здоровья загинула жанчина. ДТЗ отбылось ночью на автодорозе Минск-Гомель. По информации Держанта инспекции, автомобиль «Фольсваген» сбил жанчину. З места здоровья потерпелую забрали медики, але по дороге у больницу она померла. У ДАЭ значили, что у жанчины отсутствовали светлоотбивальные элементы. У Могилёвы молодый мужчина отручився грибами. Як потом юнор сказал медикам, збирал грибы у Печерским лесопарку, у сего отрималося 60. Потом съел их сырыми одразу на месте сбора. Молодого человека забрали у больницу, оказали первую медицинскую допомогу, однако пословых специалистов от дальнейшей госпитализации ее надмовился. По слову, суперсовников Могилёвского областного центра гигиена и эпидемиологии, это 10-й выпадок отрушивания грибами в области с початку года. У сего за гэтый период потерпели 11 человек, сярод их трое дятей. У основным гэта же хары Могилёва и Могилёвского района. По информации медика, у летом фиксывали отрушивание после уживания парасонников, строчков, радовок, а вось на початку в осени грибники скарделися на дренное самочувание после уживания боровиков, подосиновиков и маслят. И у гэтом ничего дивного. Грибы могут накапливать у себя бед таксины. Тому, кажут специалисты, их нельга сбирать уздуш дорог и помощь промысловыми предприемствами. Международное признание ведов 15-ти годового школьника из Могилёва. В учень 18-й школы Данил Шаройкин стал аэродом престижного наукового конкурса в Стокгольме. Сярод 64-х удельников из 35 стран он один и представлял Беларусь. Его нау-хау отримала самую высокую знаку ведомых в ученых света. Молодый науковец Данил Шаройкин демонструет, как работает его прибор. Агрегат вызначает наявность нитрата в воде. Для этого с начала воду нужно оформить специальными реактивами, затем пробирку поместить под фото и светлодиоды в бляшанку. Микроконтроллер различивает информацию, а компьютерная программа ее анализует. Выник сразу появляется на экране планшета. Жюри Международного молодежного форума уразила нау-хау беларуского школьника. Такие приборы – не новинка, а так просто и танно аналогичные вылечения не проводились. Сотни часов у лаборатории, факультативы и шматлики, семинары. Вось, откуда выник, делится наставница в учне. Данил – он целеустремленный, он всегда добивается своих целей, ставит перед собой задачи и к ним, конечно, идет. Конкуренция на самом деле была очень большая, поскольку стран много, у каждого прошли национальный отбор, каждый лучший из лучших в своей стране. Это было на самом деле очень сложно. Свой прибор Даниил назвал колориметр. Соби кошт распроцовки – коля 60 рублев. Замежные аналоги с такими ж функциями каштуют от полутора тысяч долларов. Даниил отправил у национальный центр интеллектуальной уластности заяву на отримание патента на свою распроцовку, как после ее можно было укоронять овытворчасть. Покурже поглядим, як на справе прибор может допомогти. До прикладу же хорам Гребяневского поселка Могилеве. Вердикт школьника подтверживает. Вода у областных центра якосная и не потребует додатковой очистки. Концентрация составляет 25 мг на литр. Предельно допустимая концентрация составляет 45 мг на литр. То есть это меньше предельно допустимый. То есть вода пригодна для питья. То есть ее могут использовать люди, которые здесь живут. Олеся Рыбалка, новины региона. Чемпионат Республики Беларусь по мотокроссе, присвященный 90-годью ДТСА, впройдя в Могилеве. Его будет принимать экстрим-парк 16 и 17 веерусня. Пусть поборненства приймут удел 50 сотни спортсменов из всех региона Беларуси, а так само мотоциклисты из России, Балты, Чехии и Германии. Первый день заезда – мотоциклы с объемом от 50 до 125 кубичных сантиметров. И в Нью-Йорре, и мотоциклы с коляской. А вот с 17 веерусня заезды пройдут в классах 85 и 125 кубичных сантиметров. Оупен-Би и Ветера. Оранжевую зровень небеспеки объявленную на Могилевщине в ближайшие дни. У целой МГТ отыршится порывы в ветру. Собсует настрой и дожжи. Так, по информации об лгидрометах, за ранницу 13 веерусня на Могилевщине выпало до 10 мм опадков. Большая частка на паудневом заходе территории – от 7 до 10 мм. Прыгатым клича у лидер па колькасті опадков. По словах специалистов, до конца працовного тыдні слупок термометру не падыміться выше за 17 градусов. 14 веерусня чекаются мостные дожжи, махчима на вольнице. Парыбы ветру в першой половине будуть досягать 15-20 м в секунду. У пятницу ситуация не змініться. Так само прогнозуються дожжи, навод на вольнице и шквалістый ветер. 16 веерусня в суботу на дворье будзе більш комфортным. Парыбы ветру не перевысить 10 метров за секунду. Температура поветра будзе досягать 19 градусів. Пусть толькі месцями, махчимы мостный туман. Не просто поглядеть на экзотичных и невельми живел, празагароджу алей кормить і гулять зіми. Такую махчимысь дають своїм наведальникам контактные зоопарки. Наші глядачі наведали, такі у Могилєві зняли виду для нашої традиційній рубріки на власній вочі. Як оказалось, я сяроджі хару, гэтага контактна зоопарку, экзотичные яноты, насуха, суркаты і більш традиційні для нас морські свинки, навод козліки, правда, карликові. Усягобільш за 10 розних видів живел, ми пропонуємо і вам отримати зарад становчих емоцій від гэтага відео. У нашій рубріці на власній вочі. С вами Віталік. Нові друзі. Молодець. Молодець, може стоять, не знаю, про що. Со мною говорити будеш? Нет, він, походу, його буде їсть. Ай, ой, 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 колючий. Привет. Привет. Когтики такі. Осе новини, глядіте на нашім сайці «ТВРМІЛІУ КРОПКА БАЙНА». Гэтам я за вами розвітуюся. Дякую вам за увагу і до зустрічі в ефірі. Дякую. 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 Дякую.